Девчонки, я приехала в магазин Кари за шоппингом. Добро пожаловать в Кари. Если давно сюда не заходили, рекомендую, только посмотрите, как классно смотрится интерьер и какое огромное количество товаров. Обувью можно закупиться на всю семью, на все случаи жизни. Согласны? Ну что ж, сейчас будем все с вами рассматривать и примерять. И да, отдельно хочется отметить, какой вежливый стал персонал. Вот вроде мелочь, а приятно. Все улыбаются, предлагают помочь, никто не навязывается. В общем, атмосфера супер. Итак, я присмотрела себе супер трендовые дутики, чтобы ходить за городом и порадовать внутреннего ребенка. Взяла роскошные шетофли на шпилке. Плюс кроссовки. А что, их же много не бывает, согласитесь? Тем более, это моя самая любимая обувь повседневная. Я постоянно хожу, в основном, только в кроссовках. Кстати, рекомендую приходить в Кари с детьми, потому что здесь просто гигантский выбор, огромный размерный ряд и обувь очень хорошего качества. Ну а если даже что-то случится, то гарантия на обувь 180 дней. Я уже жду не дождусь, когда вот такие ботиночки будем нашей дочке покупать. И да, важно, что колодка у всех моделей классная, подходит даже моим привередливым ножкам. А цены максимально демократичные на весь ассортимент. Кроме того, в магазине постоянная акция 1 плюс 1 равно 3 на обувь и аксессуары. Ну и чтобы шопинг для вас был еще более приятным, делюсь своим личным промокодом. PUSHMAN30 на скидку 30%, но не более 3000 рублей. Переходите на сайт, заказывайте товар и забирайте их в ближайшем магазине Кари. Привет, ребята! Потому что сейчас мы поедем, наконец-то, к моему врачу, к которому я должна была попасть еще 2 или 3 недели назад. Короче, это капец. В прошлый раз я не попала, потому что мне взломали телеграм. Потом мы уехали на дачу, я перезаписалась. И вот сегодня, наконец-то, я поеду к врачу, меня посмотрят, вообще скажут, как дела, как чего. И, кстати, девчонкам будет интересно, кто знает, после родов идут так называемые лохи. Ну, типа как месячные, но это лохи. Так вот, они у меня где-то месяц, наверное, были. Ну, может, даже поменьше. Вот, прям на спад, на спад шло, все хорошо. И сейчас вообще, это супер. Самих реальных месячных, не знаю, когда они у меня придут. Я сейчас кормлю грудью. Может быть, я одна из тех девчонок, у кого нету месячных, когда кормишь грудью. Но не у всех так. Вот, а я пошла, кстати, кормить грудью, и мы поедем. Так, ну что ж, мы, наконец-то, вышли. Немножко покормила Анютку, поменяла подгузник. Потом она закатила некую эстерку. Вот такая вот классная у нас новая игрунька. Такие вот цветы и слава сегодня купил. Будем дарить Татьяне Олеговне. Ну что ж, мы приехали. Пришлось ехать с Анюткой на руках, потому что мы ее положили в автолюльку. Она что-то начала орать. Ехали мы не так уж и долго. Минут 25, наверное. Вот, и это хорошо. Все это время она была у меня на руках, хотя это как бы неправильно. Да, конечно, безопасность, она очень важна, но я не могу спокойно сидеть, знаете, даже пытаться как-то... Я же не сразу ее взяла на руки, я же сначала пыталась ее успокоить, она не успокаивалась. Поэтому пришлось ее взять на руки, потому что мы сначала ее в автолюльку положили. Я уже была на УЗИ, и у меня все супер. Матра сократилась, все отлично сказали. Вот, сейчас жду прием у Татьяны Олеговны. Ой, надеюсь, что понравится. Вот, так что сижу, жду. Слава на улице гуляет с Аней, с коляской, так что все нормально. Смотрите на Славу, он побрился. Ходил, как, я не знаю, идет мороз какой-то. Мы уже с Анюткой забыли, как папа выглядит без бороды. Свежесть. Да, я говорю, помолоделся. Короче, я уже была у врача, как я вам сказала, что сидела в очереди, когда. Мы приехали неподалеку, здесь ресторан есть наш любимый, Чихана. Вот такая вот. Это тот самый ресторан, где обычно я заказываю бестроганок с пюре, с огурчиком. Вот это вот мое любимое вкусное блюдо, которое в прошлый раз, получается, в прошлом блоге в Атриуме, принесли просто отвратительное. И, во-первых, подача была просто треш. Я сейчас фотки прикуплю, как было обычно, вот как было обычно всегда и как должно быть. И вот, что мне принесли в прошлый раз. Это блюдо стоит 900 с чем-то рублей, тут оно тоже должно быть. Анютка снимает, как ей хорошо. На улице что-то распогодилось, жарища. Но я не знаю, все равно не хочу ей носки снимать, не осуществляется. Вот мое любимое блюдо. Вот оно. Блин, я прям чувствую аромат запи. Ты не пущешь? Да, да, да. Потому что надо лучше пересесть тогда. Короче, мы сели в самый такой, знаете, закуток подальше, вот так вот, в самый конец. Но там через стол девочки курят какую-то вонючку. Хотя здесь вроде как не для кальяны. Ну да, можно было бы попросить. И я прям чувствую этот запах. И у нас тут ребенок. Просто раньше я была той парящей девочкой. Курящей, парящей. Ну теперь я мать. Короче, и вот в этом ресторане Чихана. Но не тут, где мы сейчас сидим, аватриум. Просто трэш. Я не рассказала в прошлом влоге. Была суббота. И официант обещал это тем, что типа нету времени на кухне там у повара делать красоту, красивую подачу. Мне отвратительно нарезали огурец. Ну, вроде, два куска. Такие, как в столовке какой-то. Просто, ну, вы видите сами на фотографиях. Какое, не то что до и после, а как обычно. То, за что я привыкла и платить. И то, что я люблю. И то, к чему я привыкла. И то, из-за чего я хожу в этот ресторан. И то, что я получила. Я, понятное дело, об этом рассказала в соцсетях. Ну, как рассказала в соцсетях. Рассказала в телеграме. Типа, охренеть, прикиньте, девчонки. Вот так вот мчишь, торопишься в любимый ресторанчик с ребенком. Типа, в духе в дегрете. Чтобы вот так вот насладиться блюдом. И я считаю, что, конечно, это абсолютно неприемлемо. Неважно, есть время, нету времени. Ну, в смысле, подача, она должна быть такой. То есть, это же репутация ресторана. И вот у меня теперь, знаете, такое. Что за хрень? И самое интересное, что мне тогда принесли первое горячее. Хотя обычно приносят сначала чай, например, потом салат. Ну, холодное, потом горячее. А мне принесли сначала горячее. Потом сразу нам принесли, типа, чай, два салата. И позже принесли в салаве горячее. Ну, то есть, это вообще уму не постижит. Вообще не понимаю, зачем девчонки, которые что-то курят, садятся в неприярщую зону. Вот я просто вспоминаю себя, когда я курила, прикурила в ресторан, даже на веранду, мы садились сюда, где, типа, курят кальян, например. Потому что я курила всякие штучки, брючки, там, айкосы и так далее. Хотя курение вредит вашему здоровью. Вот. А тут, получается, девочки сидят там, где некурящая зона. И мы сюда специально пришли с ребенком. И, по сути, они должны пересесть. Или мы с ребенком должны искать другое место, куда не дует ветер и их парилки. Я думаю, что, конечно, они должны пересесть. Потому что, даже несмотря на то, что мы пришли позже. Я думаю, что попросим их пациента, чтобы как-то аккуратно сказали девочкам, ну, пересесть как-то подальше, что-нибудь, да. Потому что я не знаю, куда нам снять. Короче, по поводу приема у врача. Во-первых, Кузи все супер. У врача, у Татьяна Олеговна была, она посмотрит, ну, я даже не знаю, что она сделала. Может, она мазок взяла, потому что она засунула этот расширитель, очень быстро что-то сделала, и все. Я, честно, даже не поняла, что произошло, но было неприятно. Хочу взять у тебя мини-интервью. Только вот не знаю, какой тебе вопрос задай. Задавай любовь. Ты бы сам что хотел рассказать. Чувствую я интервью вернусь. Здорово. Что хочешь вам рассказать? Привет. Есть что рассказать? Ну, как бы камера работает, микрофон, все равно. Зачем, че. Зачем готовиться? Можем про песню мою поговорить, которая вышла. Давно уже. Ну, когда это видео выходит, уже она, наверное, лет пять как вышла. Уже ребенок в школу пошел, как там шут. Классная песня. Слава сам ее сделал. И оранжировку сам. Мне нравится, когда песни рождаются легко и непринужденно. Ну, это редко бывает. Это редко бывает. Ну, это именно песня такая, суперлегкая, непринужденная. Она такая же, как и почему. Вот вообще абсолютно один в один в плане не по наполнению, а в плане по процессу. Вообще очень круто получилось. Я очень радуюсь, когда слушаю. И почему, и «Гноздух Алтая». Сколько ты уже с винирами ходишь? Да вообще круто. Иногда даже люди не замечают, что у меня виниры, и это супер топ. А еще знаешь, почему не замечают? Я так поняла, что их тебе сделали из более, короче, новых материалов. Они более натурально выглядят, чем мои. Они натурально выглядят, вообще абсолютно. Ну, только заметно, когда супер хорошее освещение. Да все равно не заметно. Ну, не, все равно заметно. Кажется, что я как будто свои зубы отбилил. А так, в 90% случаев вообще никто не замечает. И типа это кайф. Ну, есть же люди, у которых супер белые зубы. Для тебя теперь самая красивая девочка и твоя дочь. Самая, самая красивая девочка, да. Он там сидит, лежит. Да. Она у нас чуть-чуть лысеет. Короче, у нее сейчас такой возраст случился, когда она своей башкой прокручивает этот, типа матрас, на чем она лежит, и у нее волосики выпадают. Но я думаю, они выпадают, конечно, не от этого. Вот, а просто, может быть, меняются. Вот, это нормально. Поэтому у нее там на затылке уже появляется такая залысина, как, типа, у недульки какого-то. Я поговорила с Татьяной Олеговной по поводу истории с ГВ, которые у меня есть. Потому что у Татьяны Олеговны, во-первых, есть дети, у нее большой опыт. И я ей рассказала, что-то как. Она сказала, что у нее была похожая история с сыном, и она посоветовала кормить Аню, когда она в сонном состоянии. Вчера она весь день была такая сонная, спала очень много, и она очень хорошо кушала. Прям отлично, долго, прям, вот видите, как раньше. Я прям, я прям так кайфанула вчера. Просто у нас иногда, ну, несколько раз в день точно, там, типа, кормлений, это вообще нифига неспокойная история. Это вот танцы, можно сказать, с губном, и так усят, и вот она начинает есть, потом орет. Короче, Татьяна Олеговна сказала, что у нее это прошло с сыном где-то к пятому месяцу его. Ну, то есть у Ани, может, ее что-то нервирует, может, ей не нравится то, что поток какой-то молока. Я не знаю. Я попробую, посмотрю сейчас, как пойдет. Вы, наверное, думаете, почему я до сих пор не обратилась к консультанту по ГВ? Потому что у нас иногда все отлично, а иногда вот так вот. И я понимаю, что это не... Да, Юля, меня очень волнует вопрос, почему вы до сих пор не обратились к консультанту по ГВ? Можешь отвечать. Ты-то здесь причем. Меня очень волнует этот вопрос. Тебе что, поток молока плохой приходит? Мне очень этот вопрос волнует. Слава не хочет пробовать здесь мое молоко. Да, представляете, вот такой я сумасшедший мужик. Мне странно, страшно. Вдруг еще понравится, а у ребенка вдруг обратился к консультанту? Нет. Наверное, это было бы правильно, но я постоянно такая, ой, ну сейчас посмотрим, может, сейчас пройдет, типа, ну сейчас же получается, ой, в этот раз же получилось, может, и не надо. Ну, просто, я не знаю, это типа, знаете, не критично. То есть, это не так, что она вот все время прям орет и не может нормально есть. Нет. Это не настолько жестко это звучит, но это все равно не такое, что, типа, я легла, она сама, типа, стичку схватила, ест, а я там в телефоне и вообще на чиле, на расслабоне. Нет. Это не так, ну и не так, что я вообще не могу нормально похормить, она постоянно орет. То есть, короче, тут и не то, и не то, и не трэш, и не лайк. И не на как назвать. Короче, я нацепила на себя сегодня лосины, которых я в беременность ставила, потому что погода была не очень, было 19 градусов, ну это типа, как бы, норм, но был ветер и дождик был до этого, поэтому я подумала, блин, сегодня будет супер свежо, а что мне шорты одевать, что платье? Нет. Я думаю, ну надо, что такое удобное. Вот, джинсов у меня нет по размеру на мои новые формы, поэтому, как бы, да. В общем, помните, в прошлом влоге я вам рассказала, что у нас отключили горячую воду в Москве, и в итоге мы так и не поставили никаких ни бойлеров, ни нагревателей и так далее, потому что у нас в квартире в этой не предусмотрено ничего для этого, то есть там нет каких-то выводов, отводов. А заказывать какой-то такой, знаете, маленький нагреватель типа на кран, есть такие, и подписчики кидали. Мы думали заказать, но там было написано, что доставят тогда, когда нам уже включат горячую воду. Мы подумали, да нахрен нам надо, мы следующее лето, мы уже в новой квартире, и типа, что париться? Вот, поэтому мы не стали ничего вообще делать, и нормально, сколько-то вот этих дней, когда мы там приехали в Москву, 8-го, 9-го, а, 7-го мы приехали, и до 11-го у нас не было горячей воды, и мы нормально справились, просто нагревали воды, ребёнка купали, точно так же каждый день купали в ванной, просто нам потребовалось две большие кастрюли с горячей водой, ну и холодная, понятное дело, которая из-под кана, слава богу, текла. И на этом спасибо, что без воды вообще было фреш. Ну и подмывали также, в принципе, нормально, просто у нас постоянно на кухне были нагретые кастрюли, то есть мы периодически приходили, нагревали, например, я утром просыпаюсь, там, в середину ночи не знаю, чтобы поменять ей подгузник, покормить, я иду с ней вот так вот на кухню, вставлю кастрюлю, чтобы нагревалась, пока меняю подгузник, водичка там, например, нагрелась, ещё что-то. Я обычно, знаете, как делала, набирала воды в ковшик какой-то и влажными салфетками, просто чтобы тёплая вода, и как бы так подмывала, скажем так, да, это не самый лучший способ, но пока, например, ночью, да, ничего страшного, да и особо я ночью не люблю её сильно подмывать, чтобы она там, может, не просыпалась, ещё что-то. Хотя всё равно бывает, конечно, подмываю, смотря какие обстоятельства, если просто пописала, то можно и салфеточками, чтобы и побыстрее, чтобы она сильно не раскочегарилась и спала дальше. Ну, короче, в целом нормально мы пережили это, я всегда, знаете, думала ещё сколько-то лет назад, что, ой, нам надо бойлер, нам надо, чтобы была вода горячая, а потом как-то подзабил, думаю, да ну, нафиг, зачем, мы и так нормально справляемся, потому что мы всегда обычно уезжали на дачу, на море на эти дни. И я всегда думала, что, не, ну вот когда появится ребёнок, точно надо, потому что с ребёнком это вообще будет трэш, чтобы мухи заколебали, постоянно на меня лицать. Но в итоге нет, на самом деле, вот реально, я, как бы ни было сложно, бывает, да, с ребёнком, даже не то, что с ребёнком, а просто от усталости, недосыт какой-то, ещё какая-нибудь ерундаина. Как бы ни было сложно, я всё равно думаю, типа, блин, я всё равно представляла, что будет сложнее. Скорая от нашего клинического госпиталя, на ней прямо написано МД группа. Кто-то потратил купюшку. Да, мы, кстати, в курсе, нам, по-моему, говорили, не помню, где говорили, что, короче, вот такую скорую вызвать именно от клинического госпиталя стоит 15 тысяч. У них там есть такая функция, если вы какая-то крутая, суперпопулярная, известная, не знаю, суперзнаменитость, или просто какая-то, ну, не хотите, чтобы никто вас видел, что вы беременная, хоть, например, скрываете, многие же знаменитости скрывают беременность, ну, это нормальная практика, и у них там есть такая тема, что тебя никто не будет видеть, тебя будут водить по каким-то закрытым коридорам, прикинь. Я точно знаю несколько знаменитостей, которые так рожали. Обсудили с Татьяной Олеговной, что когда у меня начнутся первые эти дни, в первый день, во второй день я ей звоню, мы договариваемся о встрече, я приезжаю, мы делаем УЗИ, чтобы посмотреть мою маску, которая уже, типа, работает, чтобы посмотреть, как это все там у меня, когда уже пришло время, вот, и когда я приеду, мы с ней будем планировать следующую беременность, как она сказала. Звучит так, что как будто Татьяна Олеговна решает, когда у нас следующий ребенок родится, но мы, конечно, не планируем, знаете, затягивать, типа, ждать 4-5 лет, но и бежать, там, голопом по Европам, вот, все, через год нам нужно еще одного ребенка, тоже, ну, конечно, не вижу смысла, я думаю, что, может быть, как раз через годик, да, просто, на следующий месяц, ребят, я залетела, я думала, пока я кормлю, я не могу залететь, это очень частая история, ну, не, на самом деле, я думаю, что... рано? Почему рано? Год и еще 9 месяцев, но это погодки все равно, так это и будет 2, ребенка будет 2, когда родится второй, но это погодки считаются, это охренеть как рано, ну, не знаю, это, наверное, вообще просто за тренировки можно, с ребенком же еще 9 месяцев, и нашлить надо. Знаешь, по обстоятельствам посмотрим. Ну, ты бы хотел, когда? Нет, сейчас, конечно, смешно это обсуждать. А затягивать, конечно, тоже не хочется, ну, второго хочется, да. Ты еще первым не наклонился полностью? Да. Да и как им наклонился полностью? Всю жизнь наклоняться будет. Да, она так радует нас уже, такая маленькая, а так радует, это здорово, не передать какие эмоции. Еще отвечает, это так странно, я до сих пор не верю, что она уже, вот я Славе говорю, потому что я уверена, что она уже начинает нам улыбаться не респектурно, а осознанно, потому что я вижу, как она реагирует, и отвечает. Я, в общем, какого мнения, я не хочу, типа, знаете, уже прямо сейчас, я сейчас, конечно же, я только родила, я не думаю о том, что вот уже через годик, даже так, если честно, не думаю, я так, типа, не думаю о том, что через годик надо уже второго бежать делать. Ну, понятно, как получится, как Бог даст, но не хочу затягивать до того момента, когда Анютка уже подрастет так, что, типа, закончатся какие-то бессонные ночи, еще что-то, просто у меня есть знакомая хорошая, вот как раз друзья на даче, и у них сыр, ему, получается, 4 точно, но, по-моему, 5, 5, наверное, больше, ну, короче, 5 лет ему. Вот их сын, Артем, он уже получается такой, ну, типа, взрослый, можно сказать, конечно, не взрослый, но можно сказать взрослый, и в том плане, что он уже спит спокойно ночью, уже нет вот этих бессонных ночей, его можно отдавать там бабушкам, дедушкам на даче и так далее, ну, то есть у нее, как бы, как у мамочки, больше свободы появилось, она может там на работу снова ходить, ну, как бы вот этот декретный, скажем так, отпуск, он закончился, бессонные ночи закончились, то есть снова вот эта вот жизнь, которая кипит, бурлит, понимаете, когда ты уже не вся вот в материнстве, и она говорит, что очень сложно, ну, не то, что сложно, но когда ты только вкусил уже вот эту вот свободу, типа, тяжело прям сразу решиться, но второго, потому что опять все это начнется, и я понимаю, я думаю о том, что было бы неплохо, знаете, сначала родить, вот эти вот все бессонные ночи, сначала их себе пережить, а потом уже, чтобы это просто все закончилось, и все, ну, то есть, чтобы уже потом вкусить свободу, и все, хотя с другой стороны, мне кажется, по этому состоянию тоже скучать можно. Анюкин, ты можешь ножками их бритать, отталкивать их можешь, состечку будешь? Когда я ела последний раз? В 12, а сейчас сколько? Нет, в 12.30 ела-то. Не хочу сразу бежать за вторым ребенком, но я не хочу сильно затягивать. Это же какой карапузик, любимый мамин карапузик, карапунди, ты где очутилась? Лично ты просыпаешься где-то в новом месте? Я бы в шоке была, я бы тоже плакала, если бы просыпалась в новом месте каждый раз. Вот такой младенец в полтора месяца. Она ножками играет, заяц. Своими ножками толкает игруненьку. Ой, какая же ты у меня! Все, да! А ручками попробуй. Смотри, дай. Все-таки я сняла с нее носки. Классная игрушка. Ой, да ты какая! Эх, ребята, к сожалению. Все. К сожалению. Ресторан этот изменился. Даже в другом месте, это конкретно этот же ресторан, стал другой. Короче, Анютка проснулась, когда мне принесли еду, но я все-таки поела. В общем, все. Все. Закончилась эра. Бессоргана с курешкой. Можно, конечно, еще... Ты больше не будешь заказывать? Можно дать? Да я даже повиделась, честно, больше не хочу в сеть этих ресторанов. Понятно, что будем, просто лучше в другой можешь заказывать. Не знаю, но я прям жестко обломалась. Уже второй раз. Почему? Ну, мне не понравилось точно. Ну, в смысле как? Нет, нормально, съедобно. Норм вообще. Мы построим с тем, как было вкусно раньше, вообще не то, как было. Прям вообще не то, как было. И я это говорю, знаете, не для того, чтобы, знаете, по тем, какую-то интересную поднять во влоге, кроме материнства. Я не знаю, почему так выходит, но вот, да, я критик. Я, оказывается, критик. Оказывается, вот и все я. Но, блин, я же по факту говорю, я же не выдумываю. Когда все вкусно и классно, я так и говорю, все вкусно и классно. Вообще обалденно. Вот. И салаты нам привезли к самому концепту, потому что сейчас там с холодильником. Я так не поняла. Ну, типа, холодные блюда, поймут. Итак, у нас произошло не первое уже автомобильное кормление, но... И не последнее. И не последнее. В общем, Анютка наша в ресторане как начала капризничать, ну, как капризничать, такое слово, типа, знаете, каприза у нее, типа, вот, что-то пожрать, дать. В общем, у нее уже и подгузник мокрый, и кушать уже ребенок хочет. И я считаю, это все из-за того, что нам очень долго все несли. Ну, мы, конечно, могли бы не заходить в ресторан, но быстро бы нам все принесли, мы бы уже дома были, реально. Короче, тут в пяти минутах торговый центр, в который мы уже как-то приезжали, когда я была беременная. И мы решили сюда заехать для того, чтобы поменять подгузник в комнате для мамы и ребенка. Ну, он просто рядом. Нормально, если что, покормить. Они в машине, хотя нам до дома полчаса, но мы решили все равно не ждать, не тянуть. Ну, и с другой стороны, раз уж мы можем все и тут поменять, надеюсь, что тут есть комната для мамы и ребенка, то уже походим, погуляем, что-то купим. Вообще, надо кое-что купить, и жесткий диск хотелось бы купить. Вот. Но об этом попозже расскажу, не сосущим сиську ребенка. Вот так, так что мы в Татяшке. Сейчас чуть-чуть доедем и пойдем. Да нет, тут странно, типа тут же мама кормит, друзья. Конечно. Мы пришли в комнату мамы и ребенка. В первый раз это только комнате, и чтобы зайти, нужно было просто на звонок нажать. Там, видимо, есть камера, и видят, что мы с колясками. Так, что? Я надеюсь, я надеюсь, что браться? Тут надо ребенка нам подгузник поменять. Тут, конечно, так себе. Может, пледик сначала постелить? Или пеленку свежо? Сейчас тут как-то даже свежо, я бы сказал. Ну, а что нам делать? Надо побыстрее. Не затягивать. Мне вот, конечно, не очень нравится, что тут... Да нет, навряд ли оно. Ну, все равно так, знаешь, не мягко, не так, как было. Не, ну, на пледик, на пледик можешь, а что такого? Сначала плед, тогда надо, потом плем. Просто ты потом пледом ее будешь укрывать? Я первый раз таком, я не знаю, просто мне не хочется с ребенком на твердой пласть. С другой стороны, ничего с ним будет? Мокрый? Ну, а психальный точно как следует. Ой, я так боюсь, куда я просто не могу. Да, он выдержит. Ну, в общем-то, приходит, что мы видим в первую очередь? В первую очередь мусорное ведро, ну, для всяких подгузников. Потом, что мы видим? У нас здесь игрушки для более старших детей, стульчик, столик. Я так понял, это кресло для мамы, если она хочет посидеть и покормить. Это все в молоке пить, да, тут как бы много детей побывало. В общем, вот это вот обезображивающий аппарат, который обезобразивает, обеззараживает, очищает, так сказать, это пространство. Здесь вы видите, что вы видите, баксбани с медвежонком, солнышко. я на солнышке лежу, так, что еще? Вот такой вот ковер, у меня такой в детстве был. он подали за нашу носить. А ты что, теплую не можешь включать? Она там сенсит. Ааа, такой ковер у меня был в детстве, мне он очень сильно нравился. Такая ностальгия немножечко. В этой стороне, давай мне, вот сюда, подгузник, хоп, посмотрите. Чанк! Это подгузник из серии, который нам поменьше. У нас уже новый размерчик. Ты моя принцесса. Все. Когда мокрую вонючку сняли, сразу настроение. Скажи гу. 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 Вот видите, ну как не поверить, что она улыбается осознанно. Может, такает? Она осознанно какает. Мы еще на обратном пути сюда еще ведем, да? Гу. Гу. Не знаю, это сейчас скажет. Гу. Гу. Масок. Гу. Гу. вы хорошие. Гу. Все, офигенно, блин. Добыть родителям не сложно. Младенчик из чист и свеж. Сделаем носочки, хотя тут в них жарко, в смысле, не холодно, но и не жаряло. В ТЦ все-таки кондиционеры работают. Пей его. Пишите, что хотите. На. Все, у ребенка сразу настроение заиграло новыми красками. В машине покушали, тут поменяли подгузник. Ну, вообще, красота. На самом деле, я бы в машине могла поменять подгузник, но, конечно, это не так удобно. Там у меня есть подушка, я ее на подушку кладу к себе ногами. Ну, это, понятно, не на ходу, конечно же, это надо делать. Короче, все хорошо. Ничего, приспособились. Единственное, что я так и не смогла на себя натянуть штучку, которая для, типа, кормящих мам. В смысле, я на себя ее надела, но, короче, как-то неудобно было мне с ней. В общем, мы сейчас пойдем в магазин техники. Кстати, мы так и не купили увлажнитель воздуха, у нас нету, так что, видите, какие мы немодные родители. У нас для ребенка нет увлажнителя. Но у нас такая влажность в квартире из-за погоды, что, мне кажется, даже и не нужен никакой увлажнитель. Ну, и приспособиться на даче тусили. Ну, не знаю, все равно, конечно, может быть, и неплохо было бы. Тем более, у нее сухая кожа сейчас, но сухая она у нее не из-за воздуха, а из-за крышечков, которые были. Мы идем в магазин техники, там огромное количество всего. И у меня уже глаза разбегаются. Сейчас что-нибудь, наверное, купим. Анютка спокойно лежит в автолюлечке. Не орет, не что-то там. Все у нее по кайфу. Все почему? Потому что младенец покемалил, покушал, в туалет сходил, подвуз поменял. Красота! Сходил в торговый центр, съездил по маминым врачебным делам, теперь едет домой. А, еще в ресторане был. Кстати говоря, я ее когда кормила в машине, сначала она хныкала, потому что она просто на нервах была. Я думаю, за то, что она кушать хотела. И вообще, и подгузник мокрый. Вообще, все было не по кайфу. Хотя, опять же-таки, перед выходом поменяли подгузник, я ее покормила, но те, у кого дети, знаете, такая вся, те, у кого дети, вот вы понимаете, а те, у кого нет детей, и вообще, что вы тут делаете? Ну нет, шутка, конечно, просто понятное дело. Я думаю, даже те, у кого нет детей, прекрасно понимают, что ты только что мог поменять подгузник. Все, у меня такой, кстати, был не один раз. Я и только что поменяла подгузник, чистый, свежий, одеваю. Все, мы отошли, буквально 5 минут, она что-то плачет, и оказывается, что она там уже такую лужу напрудила. Ну, короче, не лужу, но вы поняли. Вот как выглядит кожа Анина. Ну, лицо, типа, в целом все хорошо, только вот, хотя есть там у нее, как будто, знаете, прыщики, то есть кожа такая странная, может, не знаю, будет получше видно, если кожу. Вот, а на этом, как это называется, макушке вообще, но нас это не пугает, потому что там, во-первых, были прыщики, и молочные корочки, или как их называют. Анютка, гу. 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 Какие минусы сидеть сзади? Первый и самый главный минус, что здесь не так классно в плане кондиционирования. Есть еще минус, который ждет меня зимой, эта жопа не будет подогреваться, кстати говоря. Не так быстро, и не с таким кайфом доходит какой-то воздух сюда. Понятно, что у нас ребенок, особо кондиционер, ну, как бы ты не включишь вот так вот, чтобы, знаете, прям вообще по красоте. Но, как бы все равно уж включаем, просто не сильно холодно, и следим, чтобы на ребенка не было направлено, потому что иначе вообще закачаться можно. Ну, и ребенку тоже плохо будет, от жары сильней. Ну, в общем, в чем суть? Я сюда сажусь, я с ребенком, который бывает иногда сидит на мне. Воздух сюда не доходит, духота. У меня еще, из-за того, что, скорее всего, ну, не скорее всего, сто процентов, я уверена, когда ты кормящая мать, вот здесь еще жарче. У меня иногда прям, вот когда с супер жарой, прям вижу, как капли, понимаете? Я не могу, я нервируюсь, потому что мне когда жарко и душно, просто вот я ничего не могу, просто я злая, я раздраженная, ну, как я не знаю, что. Слава не даст соврать. Конечно, Славе первым вот остается. Да. Ну, что поделать, такова твоя профессия. Да, Нюткин, в целом, сзади нормально сидит, я отсюда даже дорогу вижу, но все равно не могу засунуть язык свой в одно такое узкое пространство, и постоянно что-то Славе отсюда сзади подрякивает, типа, тормози, осторожно, поздоровожно. Вот, конечно, этого жутко бесит, я представляю, как его это бесит, меня бы тоже бесило такое поведение. Бу-у-у. Хотя руки у нее ледяные, а тут горячо. Вообще не понимаю этих младенцев. Очень часто все переживают по поводу того, лежит тут ребенок, сидит, ну, короче, суть в том, что у младенца или там до шести, кому-то до семи, до пяти, не знаю, все по-разному, детей нельзя сажать, потому что пока они сами не сядут, их нельзя сажать, иначе будет сильное давление на позвоночник, и это очень-очень плохо. Так вот, и вот в этих автолюльках всегда есть такой риск, что вдруг ребенок на самом деле в каком-то сидящем положении, но я думаю, здесь вы и так видите, что она точно не сидит, и я под спину ее руки подкладывала, ну, тут однозначно она не сидит, она лежит. Вот, и причем никаких там пледов ничего мы не подкладывали, потому что я с Кариной тоже советовалась по этому вопросу, у них же тоже такая автолюлька, вот, ну, я не знаю, мне кажется, может быть, дело еще в машине, потому что у нас как-то вроде хорошо все встало, плюс, я так понимаю, от этой штуки может еще зависеть, у нас вот такой вот этот, постоянного станции, называю, как это называется, в общем, я уверена, что она у нас прям лежит, плюс у этой автолюльки есть рычаг, который тянешь, и она становится более лежачей, либо более сидячей, вот, но сильно сделать ее лежа в машине нельзя, то есть она просто не дает физически, но на самом деле она у нас здесь и то больше в ближайшем положении, чем, типа, в сидячем, как автолюлька, то есть, по сути, она все равно у нас разложена немножко, насколько это возможно сделать в машине, ее можно разложить, и прям ребенок лежит, вообще обалденно, но мы все равно с собой прогулочный, вот этот, или как он, не прогулочный, а какой он, ну, типа, люльку для прогулки, для жизни, все равно мы с собой постоянно берем, потому что все равно, конечно, ребенку лучше там лежать, чем даже вот в этом, хотя это было бы намного удобней, но видите, она не всегда хочет сидеть в этой штуке и может начать кричать, потому что, понятное дело, что лежать в той люлечке и кроваточке, которая у нас там, понятно, в ней будет удобней, гуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу стресс. Или еще что-то там, не знаю, курят. А, вот, кстати, интересно, я же не курю, а страстняк-то мне надо чем-то успокаивать. Я, походу, поэтому заказы на ВВ всякие делаю, потому что мне постоянно надо что-то покупать. У меня этот шапоголизм, и это как, ну, меня это успокаивает, короче. Но это дорогая привычка. Все-таки курить, наверное, подешевле будет. Короче, но курить вредно. В общем, да, кто-то у меня что-то тоже спрашивал, как я там что-то бросила, не бросила. Ну, понятно, у ребенка планировали все тут как бы хочешь, не хочешь, выбирать придется. Вот. Кстати, по поводу алкоголя и вина я спокойно пока, ну, типа, у меня нет такого, знаете, вот хоть бы попробовать. Наверное, я уже столько в своей жизни попила венца, что я такая думаю, да ладно, еще, ну, типа, спокойно даже годик могу вообще не париться. Потому что я как-то уже привыкла жить без вина и норм. Ну, типа, знаете, это не то, что я там какой-то алкашки уже была, но понятно, вы поняли, что я там за ужином любила там бокальчик выпить, очень даже классненько. На даче там шашлычок, все дела в ресторане со стейком офигенно. Вот. А сейчас постоянно чай с чебрецом, чай с чебрецом. Ну, ничего. Чай с чебрецом мне тоже нравится. Я вот думаю, интересно, у меня, наверное, так организм почистился за, получается, год, потому что я и не пью, и не гурю, и родила. А ведь говорят же, что, типа, после родов что-то там организм обновляется. Вот. Хотя есть куча мемасов на эту тему, что после родов типа обновляется организм, а на самом деле у тебя там лупы что-то крошатся, волосы выпадают. Но это надо витамины есть. Я сегодня, кстати, творог ела на завтрак, чтобы лупы не крошились. Представляете, что вообще прикол? Не знаю, с чем это связано. Может, это то, что я грудью кормлю, и какой-то гормон с беременностью появился и продолжил порабатываться. Я не знаю, но напишите в комментариях, кто знает. Очень любопытно. Кстати, у меня до сих пор не растут волосы на теле. Чуть-чуть, очень редко. Ну, то есть, знаете, как будто бы я хожу каждый месяц на лазерную эпиляцию, и у меня вообще волос практически нет. То есть, чтобы я там побрилась. Ну, как бы, когда лазер делаю, я уж тоже периодически все равно бреюсь. Как бы, волосы же не совсем вообще ноль не растут. Ну, по крайней мере, у меня так было. Получается так, что у меня до сих пор не растут волосы. Представляете? Это вообще улет. Просто улет. Я надеюсь, что теперь так навсегда. Хоть что-то же должно быть вот прям класс. В том плане, что я думала, что когда я рожу, у меня пройдут прыщи. Ну, понятно, что сейчас рано делать выводы. А у меня, получается, после первых колик Аниных на стрессе очень много вылезло прыщей. Прямо таких, знаете, жестких. Прямо вообще охренеть. Каких об этом, кстати, тоже хотела во влоге поговорить. В этом записывала себя в темы. Потому что, помните, я показывала неатонин. Вот этот вот лосьон. Лосьон, получается, от прыщей, которым я Аню мазала на ее прыщики. Он подсушивает. Я решила тут себе его, значит, нанести. Я два дня не красилась и на воспаление на прыщи мазала себе этот лосьон. Представляете, у меня намного лучше стала картина. Конечно, где-то у меня жестко подсушилось. Вот здесь у меня прям сухо так, что вообще даже не увлажнилось просто там вот сухарь. Но жесткие, огромные воспаления. Прямо такие, знаете, болезненные были. Они пришли. Охрененный лосьончик. Вот. Но все равно кожа у меня, конечно, сейчас трэш. Просто трэш. Так и вот. Я думала, что я рожу. Но это я раньше так думала. Потому что как я еще не знаю, какие у нее будут месячные. Типа болезненные нет. Обязательно потом сообщу. Потому что, знаете, всю жизнь, вот, как-то мне тоже говорили, что вот после родов и месячные перестают быть болезненными. У меня есть подруги, которые, ну, давно типа родили уже. Там, не знаю, года два-три. Ну, это, конечно, не давно, но достаточно давно, чтобы понять уже про месячные. И вот они говорят, что вообще, типа, неболезненные. Даже не понимаешь вообще, когда они пришли, что настолько вообще неболезненные. Вот. И я думаю, как же будет у меня. Очень, конечно, интересно и любопытно. Потому что я всю жизнь страдала от того, что у меня очень они болезненные. И, собственно говоря, после того, как я родила, мне нужно проверить несколько теорий. Первое – это то, что месячные должны стать неболезненными. Единственное, что мне страшно, как это проверять. Ну, то есть, я, наверное, это пойму, потому что в один прекрасный день я проснусь, грубо говоря, пойду в туалет и обнаружу, что начались эти дни. И ничего у меня болеть не будет. Потому что если вдруг, как у меня обычно бывало, за несколько дней даже уже начинает что-то крутить, мутить, и ты понимаешь, что месячные, скоро будет больно. Готовь просто самое сильное обезболивающее, которое ты можешь себе позволить. Ну и прыщи. Но, наверное, пока я кормлю грудью. Ну, не знаю, может, попозже, потому что у кого-то попозже кожа становится лучше. Типа не нужно все-таки, чтобы какие-то гормональные штуки восстановились, может, после родов. Не знаю. В общем, посмотрим. Но я могу сказать так, что в беременность у меня была неплохая кожа. Ну, конечно, опять же-таки, не идеальная, но после родов она как-то чуть похуже стала, как мне кажется. Ну, чуть похуже стала, как мне кажется. Итак, мы уже дома. Видите, как у нас лысина появляется. И у нас процедура перед кормлением на животике. Чтобы ей было не скучно, ее можно чуть-чуть погладить. Это нам так врачи сказали. Чтобы ей было приятно. Короче, в итоге я кормила ее лежа, потом кормила ее на руке. И она у меня уснула. Очень хорошо. Вот. Ну, потом, когда я переложила, понятно, она начала чуть-чуть вряжиться, но в итоге лежит. Есть такая тема. Сюда я не могу никакие классные мобили поставить, мобили. Хотя от Чика продается, наверное, сюда подойдет. Ну, короче, у нас просто и так уже много этих мобили, что уже еще покупать трэш. Но я вот сюда ей картинку этот приклеила. И это намного лучше любых других игрушек. Потому что ей капец, как интересно все черно-белое. Она может долго лежать, рассматривать. Этого ежика. Кот не хочет, чтобы она наверх закидывала голову. Колобок. Дай мама тебя оттащит чуть-чуть. Вот так, только головешками не стукнешь тут. Покажи игол. Ну, нифига, ты сама себе соску засунула? Молоденчикусь. Чтобы она здесь уснула сама нормально, я бывает... Ну, понятно, я ее сюда кладу и чуть-чуть сюда голову засовываю, и как будто бы я рядышком с ней лежу, и получается ее успокоить. Ну, чтобы она уснула. Уложить, вот, вот это слово мамочки используют. Так милосочек сосет. Ну, давай сама. Давай. Девчонки, всем привет, новый день. Вчера я, короче, с вами не попрощалась. Анютка спит. Вот, все у нас хорошо. Я накрасилась, ну, с волосами ничего не делала, просто прочесала и нарядила вот такую секси-кухточку. Буду сейчас снимать видео для Кати Концевой по поводу того, что взламывали мой телеграм. Мне написали редактора Кати, вот, сказали, типа, Юля, расскажите, потому что у нас будет про это выпуск. Блин, так выглядит, как будто бы реально я сама себя взломала, чтобы потом еще Кате Концевой попасть на канал. Я в такой атмосфере собираюсь снимать видео. Ну, вы это уже видели, это уже выходило у Кати, потому что у нее раньше, понятно, это выйдет, чем этот влог. Так, ну, сейчас я все установлю. В чем суть? Просто расскажу, как произошло, что меня взломали. Ну, типа, как знаете, поделиться опытом, чтобы кто-нибудь потом так же не лоханулся, как и я. И расскажу, как решили проблему. То есть, ну, ничего такого, знаете. И причем я редактору Кати Концевой записала голосовой круг. Я не знаю, будет ли это интересно, потому что я сама лоханулась, типа, я сама лох. Не знаю, ну, как бы реально вам нужна такая история или нет. Они сказали, ну да, типа, давай, потому что все равно это, как бы, опыт, так называемый. Вот. Анютка уснула сегодня ночью. Как-то она не очень хорошо кушала, но, как обычно, вот эти вот наши истории. А днем сегодня это лично ела. И висела у меня прямо на груди, не знаю, полчаса, наверное. В общем, ладно, буду снимать видео, поэтому я с вами прощаюсь в этом влоге. На этом все. Ну, если я буду снимать видео, конечно, если Анютка будет спать, но Слава скоро приедет, поэтому в любом случае он приедет и поможет. Так что все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok